Лучше вообще себя не заставлять и ни к чему не принуждать, если честно. Потому что зачастую это приводит к выгоранию, не самому лучшему самочувствию, которое вы навряд ли ищите. Но я знаю, что многие из вас сталкиваются с проблемой, когда есть какое-то дело, которое ждет своего часа, а вы вместо этого смотрите мотивационный тупой ролик под названием как заставить себя делать хоть что-то. Мне это очень сильно знакомо. Кстати, привет. Хотел поделиться о том, как каждый день борюсь с чувством вины, о том, что у меня что-то не получается с первого раза или вообще не получается. Каждый день мне приходится сталкиваться с тем, что я заставляю себя делать хоть что-то. И нет, это ни в коем случае не связано с тем, что мне там не нравится в своей жизни. Нет, бред какой-то. Ну как можно не любить свою жизнь? Но на самом деле это действительно не связано. Я последние две недели особо и занято не был, у меня не было много работы, и большинство дней у меня были связаны с тем, что я смотрю ютубчик, час в день не работаю, а все остальное время, не знаю, листаю тикток и снимаю тиктоки. И суперпродуктивно. Это ок, я несколько плохо себя чувствовал из-за этого, но не настолько уж все было критично. Я считаю, что такие моменты в жизни все равно должны быть и они бывают. Но вот эта привычка-то осталась каждый день сидеть в телеграмме, листать паблики, смотреть ролики. А после этого делать хоть что-то не то, чтобы особо хочется, желаний-то вообще нет. И как раз таки последние часы перед съемкой этого ролика я потратил на то, чтобы создать какую-то систему, какую-то, я не знаю, планировку своего времени, чтобы мне можно было комфортно планировать время для дизайна, для блогинга и для любого другого хобби и для отдыха условно. А почему я резко решил снять на эту тему ролик? Потому что я очень сильно люблю делиться с людьми своими новыми находками, и я сразу чувствую себя интересным, классным и умным собеседником, поэтому вы этот ролик уже видите. Самый мой первый шаг это было осознать ту вещь, которую нужно выполнить. Я не знаю каким образом я произнес эту фразу про осознанность, такое чувство, что я просто пересмотрел какого-то курса Елены Блиновской, но честно, как бы это абсурдно не звучало, дайте мне шанс. Я сам не понимаю каким образом я это сказал. Не самому Кринжоба. Прекратите. Если у вас есть вопросы, я на них ответить не смогу. Это очень банально, и навряд ли после этого у вас появится желание, у меня тоже оно особо не появилось, но давайте пройдемся дальше. Реса, конечно, то дело, которое вам нужно выполнить, не особо приносит вам удовольствие, и вы это дело просто ненавидите и вас заставляют. Наверняка этот пункт стоит пропустить, потому что вы тут мало получите какой-то пользы, но если это речь идет о саморазвитии, то почему бы и нет. Задайте себе супер простой банальный тупой вопрос, на который, кстати, большинство обычно ответить не могут. Зачем вы это делаете и зачем вам это нужно сделать? Допустим, есть ситуация, когда вам нужно прорешать тестовый вариант ЕГЭ. Зачем вам нужно это сделать? Чтобы нахуй не выгнали из школы. Неправильно. Чтобы поступить в хороший вуз. Кстати о ЕГЭ. Есть телеграм-каналы преподавателей зонай школы ЕГЭ Лэнд, о которых я слышал давно, но руки не доходили. И очень жаль, что в свое время я не обращал внимание, потому что только у них в каналах они бесплатно повышают каждому баллы тем, что делятся эксклюзивным контентом. И поэтому хотел рассказать вам о них, а именно про преподавателей из этой школы и общества Знайку, в телеграм-канале которого я уже сижу, потому что собираюсь давать повторно. Кстати, там безумно интересно. Саша выпустил уже более 119 ступальников и каждый год бьет рекорды, а на сайте у него вообще есть список тех ребят-легенд, которые сдавали вместе с ним, хотя бы пришли с полным нулем знаний. И каждый год он подтверждает свою экспертность, давая ЕГЭ по обществу Знанию на 95 плюс баллов, чтобы всегда быть в курсе всех изменений. А секрет высоких баллов – это его авторская методика. Не нужно больше покупать никаких сборников или справочников, у него все есть, начиная от ярких ассоциаций и заканчивая мемами про котиков. Главное, чтобы ЕГЭ превратилась в игру, а не зубрежку. И это все в телеграм-канале, который много кто искал, и благодаря которому можно повысить свои уже баллы на 20 или 30. Еще Саша за подписку сейчас отдаёт шпоры, а я думаю, никому они не будут лишними, поэтому переходите по ссылке в описании или если вы потеряете в закрепленном комментариях. Более разумный пункт. Разбейте свою цель на более маленькие шажочки. Тут идёт речь как о маленьких вещах, так и о крупных, как, например, изучение испанского или французского языка. Нам всегда хочется сделать всё за один вечер, но зачастую это невозможно. Выучить один язык за выходные звучит как-то бредово, наверное. Я узнал такую вещь, когда мы разбиваем наши дела на шажочки, нам действовать намного легче и проще, и получать удовольствие от этого дела нам тоже проще. И это всё по нескольким причинам. Первое. Ответьте мне на вопрос, что же звучит легче? Выучить испанский или выучить временное правило в испанском? Скорее всего, второе. Вторая причина. Наш мозг привык получать быстрые результаты. И от быстрых результатов мы получаем дофамин, гормон счастья. Надеюсь, я правильно назвал этот гормон. И когда мы стараемся сделать что-то огромное, массивное, за короткий промежуток времени, у нас ничего не получается, наш мозг истерит, психует и не награждает нас счастьем и радостью. А когда мы делим на маленькие дела, на маленькие задачки, на маленькие шажочки, и, например, в день делаем таких два, мы в этих маленьких задачках достигаем успеха и результата. Поэтому мы получаем удовольствие. А когда мы получаем удовольствие, всё идёт намного легче и проще. А теперь все шаги, которые мы поставили, нужно распланировать. И тут в нашем распоряжении календарь, заметки или Notion. Notion – это такая прикольная программа. И хочу показать всё то, что я сделал сам за пару минуток. Почему же это круто и почему же это нужно? Во всех наших хобби, всех наших работах и карьерах очень важна регулярность того, что мы делаем, какие-то упражнения, учёбы или просто занятий. И планирование это решает. И зачастую мы сталкиваемся с тем, что в прогрессе нам кажется, что мы вообще не двигаемся с места. Мне эта история очень знакома. И каждый раз, когда я что-то делаю, мне кажется, я стою на своём месте, никуда не прогрессирую, никуда не расту. И недавно мне нужно было встретиться со своей подружкой, которой я не виделся три месяца. Ну а чтобы рассказать ей свежие сплетни и все свои свежие истории, её нужно ввести в нынешний контекст. Нужно рассказать всё то, что произошло за последние три месяца. И когда ты это всё вспоминаешь, рассказываешь, анализируешь, понимаешь, что за это время столько произошло, ты уже настолько вырос, столько всего поменялось, настолько ты развился и через что ты прошёл. И вот когда ты это всё проговариваешь, ты сразу же затыкаешься, не говоришь при себя гадости о том, что якобы ты ничего не делал. Включайте режим, не беспокоите. Это просто самое правильное решение, которое можно вообще совершить и сделать. Я вообще для себя создал специальный режим, где до меня может описаться только бабушка и работодатель. И ситуация бывает такая, что я ищу музыку для ролика на YouTube. Кстати, хотел сказать, что мне безумно приятно, что вы делаете комплименты моему музыкальному вкусу, и всем нравятся треки на фоне, многие там спрашивают. Так вот, бывают ситуации, когда я подбираю музыку для ролика, и у меня на фоне выскакивает уведомление, что там, не знаю, видео про мою любимую игру вышло, там, не знаю, мировой рекорд, Аяка сделала 3 миллиона урона, вот. И я думаю, ну, видео длится-то всего 3 минуты, почему бы не отвлечься? И недавно ситуация дошла до абсурда, и я смотрел так ролики час, вместо того, чтобы найти наконец-то тот трек, который мне нужен. И это очень мешает, когда я пытаюсь построить то время, когда я работаю, и когда мне нужно отдыхать. И поэтому этот режим, это просто спасение, и самое лучшее, что можно вообще придумать. Создайте себе рутину, которая у вас будет ассоциироваться с выполнением какой-то задачки. Например, вам нужно сейчас поработать, и перед этим сделайте себе теплый, вкусный чай, расслабляющий или, наоборот, бодрящий, и расставьте все книги, которые вам нужно условно прочитать. И когда вы что-то выполнили, наградите себя чем-нибудь. И тут речь идет даже не о каких-то покупках, хотя кому-то и помогут, хотя и кому-то помогут покупки. Вы можете устроить себе уход за собой, сходить в душ, я не знаю, съесть барни. Когда я только начинал снимать в ТикТок, я уходил на улицу по несколько часов, снимал, очень усердно трудился, и очень часто после окончания всего я шел в магазин, чтобы купить себе по мелочи сок, какую-нибудь шоколадку, и это все по мелочи, но действительно, возможно, мне это помогало сохранять мотивацию. И важно, чтобы вот эта вот какая-то рутина и какие-то маленькие подарки или символы для самого себя, они сохраняли желание это делать. И это мило, и нет ничего плохого. Мне кажется, это наоборот круто радовать себя и такими мелочами приносить себе удовольствие и желание что-то делать. Общение с людьми, которые находятся в той же сфере, что и вы, зачастую очень помогает и очень вдохновляет. Особенно идет речь о том, когда вы общаетесь с человеком более профессиональным, чем вы, потому что он может вам очень много инсайдов, очень много интересных вещей рассказать. И у меня зачастую появляется такая ситуация, когда я общаюсь со своими друзьями, мы разговариваем о своих мечтах, целях, о работе, о своих хобби, и после этого у меня прям появляется желание творить, что-то создавать, двигаться дальше, что-то делать, желание создавать что-то новое. И я вот, например, сам хожу в кофейне, потому что там большинство работают, и вот ты сидишь и думаешь, о чем я хуже, почему я так не тыкаюсь и начинаю тыкаться. Возможно, это не самый здравый, не самый хороший вариант, но он мне помогает, и он мне не приносит дискомфорт. И хотел сказать, что очень хорошо и очень полезно спрашивать совета, мнения или помощи у других людей. И некоторые это ассоциируют с тем, что вы такие плохие, что вы не можете там сами принять решение, или то, что вы супер зависите от других. Да и вообще, если вы зависите от мнения других, это не супер так и уж плохо, если под каким градусом посмотреть, и всегда есть степень того, насколько вы подвержены. Я думаю, что мы все зависим от общественного мнения, просто в той или иной степени. Так вот, я очень часто спрашиваю мнения, я очень много спрашиваю мнения у своих друзей по поводу того, что я сделал. И когда я получаю комплименты или какую-то критику или какие-то советы, я становлюсь только радостнее, потому что это дает мне какие-то новые силы и хоть какой-то шанс на то, что мое мнение объективно, потому что другие люди тоже так думают. И когда я получаю положительный фидбэк, я четко понимаю, что я действую так, как нужно, что я действую точно правильно. Возможно, это плохо, но мне это нравится и мне это помогает. Напоминаю о том, что ошибаться не то, что это нормально, это супер, это хорошо. И даже если после просмотра этого ролика вы не станете на путь истинный, мотивация вас не достигнет и вы не поменяете там свое мышление, это нормально. Это нормально, что, возможно, большая часть этого ролика вам не пригодилась, может быть, вам это просто не подходит и вам нужны какие-то другие вещи. Не стоит себя ругать, если вы все-таки попробуете и вам это тоже не подойдет. Но вы же старались, вы же пробовали, и это самое главное. И что? И вот это чувство, и это желание пробы вас будет двигать дальше. И я у вас уверяю, у вас все будет хорошо, и я вас очень сильно верю. Я вас верю, вы мои умницы, разумницы, я вас очень сильно люблю. Спасибо вам большое за просмотр этого ролика. Я невероятно ценю каждого, кто уделяет мне пару минут своего времени. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока. Поэтому ролик увидел свет. Я чувствую теперь себя очень классно.